Почетным числам соседи сверху сверлят свои стены и ваш мозг, а по нечетным устраивают вечеринки, коим позавидовал бы сам Гэтсби. Вы пытались мирно поговорить, но все как о стенку горох. Что делать, куда обращаться? С 7 до 23 часов ведут административный процесс, возложенный от обязанности по данному кодексу на эксплуатирующие организации. Итак, для начала напомним, в какое время ваш сосед не имеет права проводить ремонтные работы. Проведение работ по переустройству и перепланировке в жилых домах в выходные, праздничные дни, создающие шум и вибрацию, равно проведение таких работ период с 19 до 9 часов в рабочие дни. Ваши соседи-миломаны или громко выясняют отношения, смело обращайтесь по короткому номеру 115, а также в свою эксплуатирующую организацию. Это же касается и граждан, которые слышат каждый шаг соседа сверху. Наши действия. Мы выходим на квартиру, актируем, берем технический паспорт, актируем, что имеется изменение напольного покрытия, и данный акт отдаем жильцам одной и второй стороне. Они, в свою очередь, вправе обратиться в суд. Если же шумовое правонарушение происходит в промежутке с 23 до 7 часов, смело вызывайте сотрудников милиции. Оператор 102, либо территориальный орган внутренних дел, дежурная часть. Наряд соответствующим образом направляется. И задача первая – это локализация источника шума, то есть попасть в жилое помещение, ну и соответствующие меры принять для того, чтобы этот шум прекратился. Ну и второе – это принять заявление у нас у потерпевшей стороны. Написать заявление можно и утром в местном отделении. Желательно иметь свидетелей. Срок привлечения к ответственности составляет два месяца с момента совершения правонарушения. Статья 2212 кодекса предусматривает ответственность в размере от 2 до 10 базовых величин. Помимо вышеупомянутого штрафа, самые яростные дебоширы отправятся на 15 суток под арест. Дебош – компания, которая даже в дневное время, даже в 13.00, в любое время нарушает общественный порядок. В любом случае нужно вызывать органы внутренних дел для того, чтобы локализовать то, что там происходит. Там может быть всякое в этой квартире. И бывают такие примеры, когда действительно своевременное обращение в органы внутренних дел кому-то спасает жизнь. Надеемся, подобная проблема вас никогда не коснется. Ну а в случае чего вы будете четко знать, что делать. И да прибудет с вами тишина. Продолжение следует...